Уважаемые слушатели, сегодня у нас лекция шестая Назначение устройства сортировочных станций Курса управления эксплуатационной работой железной дороги Вопросы, которые мы сегодня рассмотрим в рамках лекции Основные назначения сортировочных станций и операции, выполняемые на них Классификация сортировочных станций И техническая характеристика сортировочных станций Акционерного общества Узбекистон-Темариулары По первому вопросу, сортировочные станции предназначаются для массовой переработки вагонов Расформирования и формирования поездов, причем в первую очередь сквозных То есть таких, которые проходят без переработки несколько технических станций Следуют на большие расстояния для формирования участковых, сборных, сквозных и передаточных поездов С этой целью на сортировочных станциях выполняются следующие операции Подготовка прибывших поездов к расформированию Расформирование поездов, накопление вагонов для формирования поездов новых назначений Формирование поездов, подготовка сформированных поездов к отправлению Сортировочные станции могут пропускать транзитные поезда С которыми выполняются следующие операции Смена локомотивных бригад, смена локомотивов, технический и коммерческий осмотр составов Ремонт и экипировка локомотивов, вагонов, снабжение водой поездов с живностью Экипировка рефрижераторных секций Подготовка вагонов под погрузку Промывка вагонов Погрузка и выгрузка вагонов Обслуживание подъездных путей Сортировочные станции – главные опорные пункты в организации вагонопотоков на дороге И несмотря на малочисленность, они во многом определяют выполнение плана перевозок Пассажирских и грузовых операций на этих станциях, как правило, немного Или они вовсе отсутствуют Иногда их выносят на специальные грузовые и пассажирские станции Расположенные в узлах, куда входят обычные сортировочные станции Размещены сортировочные станции в районах массового зарождения и погашения вагонопотоков Обычно в крупных узлах Для выполнения сортировочной работы на сортировочных станциях имеются следующие технические устройства Парки приема, сортировочные горки В соответствующем оборудовании сортировочные парки Вытяжки для окончания формирования составов Парки отправления В комплексе эти устройства образуют сортировочную систему или комплект Для пропуска транзитных поездов имеются транзитные пути или транзитные парки Для ремонта и экипировки локомотивов и вагонов на сортировочных станциях имеются локомотивные депо с пунктами технического обслуживания локомотивов Вагонные депо с пунктами технического обслуживания вагонов Кроме того, имеется устройство АТС, освещение, энерго- и водоснабжение. По второму вопросу, сортировочные станции классифицируют в зависимости от вида сортировочных устройств. Это горочные и безгорочные. Горочные станции оборудуются горками большой, средней или малой мощности, которые имеют автоматизированные, а большинство механизированные сортировочные горки. Они оснащены средствами АСУ сортировочной станции. Безгорочные станции имеют вытяжные пути для расформирования составов. От числа сортировочных комплектов классифицируются на односторонние и двусторонние. На односторонних станциях на горке и в сортировочном парке перерабатываются и накапливаются вагоны обоих направлений. Двусторонние имеют две системы сортировочных устройств, каждый из которых перерабатывает вагоны определенного четного и нечетного направления. От взаимного расположения парков приема, сортировки и отправления различают сортировочные станции с параллельным расположением всех парков, последовательным и комбинированным. От объема и характера работы станции разделяются на основные, опорные и районные. К основным относятся станции, перерабатывающие свыше 3000 вагонов в сутки, оборудованные механизированными горками и формирующие сквозные поезда назначением на другие основные сортировочные станции. К районным относятся станции, перерабатывающие от 1500 до 3000 вагонов в сутки. Односторонняя сортировочная станция с последовательным расположением парков обеспечивает поточность выполнения основных операций, минимальную затрату времени на маневры, недостаток этой схемы пересечения маршрутов следования четных разборочных поездов и разборочных поездов в парк приема и отправления поездов от своего формирования и транзитных из парков отправления и транзитного второго парка. Прием четных разборок может вызвать перерывы в работе горки, перебеги четных разборочных поездов. На односторонних станциях устраивают обычно два пункта технического осмотра вагона. Один в парке приема, второй в районе парка отправления и транзитных вагонов. Двусторонние сортировочные станции с последовательным расположением парков обеспечивают высокую пропускную способность, но требуют больших строительных затрат и эксплуатационных расходов. Недостаток таких схем – двойная переработка углового потока. Главные пути перегонов могут проходить через станцию с одной ее стороны, с двух сторон или между системами парков. Основные парки сортировочной станции специализированы для выполнения отдельных операций, приема поездов, поступающих в расформирование в парке приема, накопления вагонов с разных назначений, окончания формирования в сортировочном парке, вывода готовых составов и подготовка их к отправлению. Управление работы станции зависит от объема переработки вагонопотоков, уровня технического оснащения и схемы путевого развития. В парке приема процессами приема поездов, уборки поездных локомотивов и обработки прибывших поездов управляет дежурный по станции ДСП. Управление надвигом составов на горку и хроспуском горочными локомотивами осуществляется с помощью системы ГАЦ, радиосвязи с машинистами горочных локомотивов, громкоговорящей оповестительной связи. ДСПФ управляет процессами окончания формирования состава в сортировочном парке, работой маневровых локомотивов на вытяжке, подтягиванием и осаживанием вагонов на сортировочных путях. Управление стрелками в выходной горловине сортировочного парка осуществляется с маневровых колонок в горловине сортировочного парка. ДСПФ согласовывает свою работу с дежурным по горке ДСПГ и ДСП, дежурным по станции парка отправления. По указанию ДСЦ сортировочная работа распределяется между горкой, вытяжками, сборной и групповой поезда. Процессами в транзитном парке и парке отправления управляет дежурный по станции ДСП. Он готовит маршруты к перестановке состава в парк отправления, маршруты выхода маневровых локомотивов на вытяжке, подача поездных локомотивов под составы, приемы и отправления транзитных поездов, смены локомотивов этих поездов, связь с маневровыми и поездными локомотивами, оповестительная, громкоговорящая и прочее. На двусторонних станциях центральный пункт оперативного управления расположен у сортировочной горки каждой системы. На односторонних станциях обычно у горки. Если пункт управления находится у горки, то в здании поста размещается и ВЦ, СТЦ, ДСЦ, ДСЦ, ДСПГ, операторы горки и, как правило, сам дежурный по станции. ДСП из ходной горловины сигналисты пересылают документы в СТЦ, станционно-технологический центр, по пневмопочте большого диаметра. В акционерном обществе Узбекистон-Тимурилары всего 269 станций, в том числе 4 сортировочные, которым отнесены Чукурсай, Хаваст, Бухара-1 и Кокант. Станция Чукурсай, рассмотрим ее, относена к разряду внеклассных сортировочных станций с большим объемом грузовой работы на местах общего и необщего пользования. Расположена в северной промзоне города Ташкента, граничится станциями Келес и Салар. Станция производит основные операции расформирования грузовых поездов, прибывающих с северного и южного направления, формирование поездов, пропуск пассажирских транзитных грузовых поездов, групповые операции с повагонными мелкими тяжеловесными грузами, подборка местных вагонов по подъездным путям, подача и уборка вагонов из грузовых фронтов, техническое обслуживание, коммерческий осмотр поездов и вагонов по прибытию. Контрольные вопросы вам представлены. На сегодня все, лекция завершена.